мир всем сейчас я вот тут поставлю на тумбочку и мы с вами немножко поговорим вот сейчас разговор вышел о крестном знамении да 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 вы не знаете откуда это крестное знамение кто вас как ночью у меня там я могу обратилась может чуть-чуть старый катехизис который я покупал вот он именно так лоб у и то есть он ровный прямо прямо а сейчас уже последнее время все меняет все изменяем поэтому как бы придавая значение новшествам нельзя мне он у меня мама как вы крестил сейчас знаете как многие крест вообще не касаясь тела до искать но непонятно но это же вообще неправильно именно надо приказать обязательно обязательно фига вот смотрите я знаю про поведен комиссионер очень знаменитого он поясняет так что вот число антихриста когда будет печать она ничего для того чтобы мы не сделать это знамение мы же не запчителяемся господь распялся на кресте за нас ради нашего спасения за наши грехи вот представьте такая мысль когда вот мощи же это ну сейчас вроде все говорят вот мощи святые там вода икона мы их почитаем да как мы не почитаем крест сам на котором господь распялся то есть кровью он своей омыл этот крест он значит настолько велик такая святыня в нем но там как говорится это на пост на князь владимир бабушка его елена вроде по преданию там она вот этот крест обнаружили и там было их 3 потому что же господь распил между ними разбойниками был и как по преданию говорят как нам определить какой именно крест несли покойника и они решили приложить на это крест положить покойника там надену отложи вроде он не воскрес на 2 а вот на это именно на котором господь распит и покойник воскрес вот как бы они говорят так обнаружить что именно вот тут тот крест его подняли вот у нас воздвижен креста отличать то есть мы крест почитаем крестное знамение мы защищаемся ограждаемся от нечистой силы то есть он имеет большую силу и власть а на 3 какой хитрый он уводит от этой мысли и мы поэтому не неправильно крестимся то по воздуху машин до подмышку ну по всякому а святые поясняют чтобы быть без а такому не благовейными механическом здесь радует столь я сегодня буквально была в храме тоже смотрю на сам парень 1 приходит от себя руки за спиной а как говорят только в тюрьме сидят руки сидят или как-то один говорит пояснял ну мы связано чем связано сама связал да руки зачем то есть мы как воина как солдаты да скажем так собака постройки смирной игры ему и воина христова мы должны как бы я не буду никуда и ничего да и крест на знамение научить помогать защищает а так вот видите как вы будете вы научитесь правильно крест на знамение она боится крест на знамение он боится и креста то есть это знак вы уже на вас он да ведь вот я замечаю когда начинаем говорить духовной схемы о христе люди сразу сон вот как бы с одной стороны благодать а с другой стороны сатана набивает на сон и люди уже просыпаются у меня и у меня этот сон все проясняют и не хорошо становится вы накладываете вы накладываете крест на знамение начинаю а я а голове уже есть у меня мне надо крест на себя вот тогда он со мной будьте потому что бывает и тряск и все и всякие болезни жена на нас есть ну конечно же тоже но болезни наши от грехов от грехов скажем так да 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 влачу его славу божию я вот сейчас чтобы не забыть очень я вам оставлю журнал православный да здесь вот душа очень хорошая это москву приводит его ждать по стране ну например почитаете оставить в палате другим приходящим что-то я иногда приношу оставляю если что-то какая-то статья понравится но я делаю как скажем так если вдруг взяли домой а копируйте а потом верните в больницу ну чтобы он тут лежал для болящих как бы скопировать то можно и назад уже очень разная статья у меня у дочери она еще не подошла сначала строил свой дом я на песке но ветра доли и его сносила док рассудилась на камни строить мне и вижу в нем большая сила а камень этот сам иисус христос он слово вечное живое грехи мои сын божий на себе понес написано читая евангелие святое в нем мудрость наставление урок пороков обличения и славу богу читай брат книгу эту будет тебе прок и станешь лучше понемногу а также ты внимательно исследуй потолкование святых отцов и всему миру с радостью поведой и пусть идет благая есть со всех концов иисус христос грядет и будет суд о человек от мира от реки не спрячешься от бога приведут пока не поздно с ним до примирить и евангелие его это его это его почитаю вам потому что камень евангелие это сам иисус христос да иисус христос иисус христос иисус христос ну можете поцепленнее все же не отсюда так вот сначала строил свой дом я на песке вот евангелие будете читать там отмена есть седьмая голова я же ушла 26 по 27 стих а всякий кто слушает сие слова мои не исполняет их уподобит человеку безрассудному который построил дом свой на песке и пошел дождь и развелись реки и подули ветры и налегли на дом тот и он упал и было падение его великое то есть это там есть притча поясняет то есть когда мы свой дом в духовный камень от иисус христос то есть свое основание веры мы должны строить на иисус христе это тот камень то основание если мы строим на песке не на иисус христи не на камень на какой-то ересе то когда пойдет искушение мы конечно отпадаем от веры да камень опять значит мафия седьмая голова 24 по 25 стих итак вся кто слушает слова мои не исполняет их уподоблен может был городу который построил дом свой на камне и пошел дождь и развелись реки и подули ветры и устремились на дом полдник а а что там кефир не 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 у них полдник может видели слышали если например в интернете зайдете там Сергей а сегодня я была в храме как раз праздник новомученик исповедников в гоню много денег но это 36 37 года репрессии исповедники мученики мученик современник можно сказать за Иисуса Христа он 12 лет страдал он добровольно веровал и потом создал свой сайт и он проповедовал на этом сайте и на него выходили со всего мира мужчины женщины разные люди разные возрастут и всем он рассказывал о Иисусе Христе раз пять и шесть ну и естественно в своей жизни как Господь его воскресил как его Господь обратил к вере вот он как к Евангелия вот обратился он тоже говорит я же не знала Евангелия не читала но что интересно он в храме не раз не был но он не мог быть потому что он уже 17 лет лежал в прорезломной вот ну просто у него было крещение священника на дом приглашали он принял крещение полностью его обливали вот и потом Господь дал его талант такой что вот поведник ну можно сказать так за Иисус Христа да мученик даже есть там еще роль например он еще с одним прорезломным общается но он говорит только пример даже когда он лежал в больнице да и потом не все в прорезломе столько лет живут многие рано умирать кто с собой поканчивает а у него видите как он Господь его хранил очень долго но умер у него два последних года был рак кишечника он всегда болел не было дня чтобы у него не было болезней вот очень полезно вам например кто все равно болеет найти про него посмотреть вот очень укрепляют люди вере когда они болеют вот тяжело больно больно ты да его чтобы не унывать не ровкать на него хорошо быть посмотреть он очень допомогает за укрепление веры вообще же он на улице нигде не бывал всегда дом лежачий мама за ним ухаживала да Сергей парализованный коров иконописец но я все таки думаю что он как воин Христов как мученик он сегодня поменяет церковь мучеников я думаю запоминит его Господь и просит ему всякие согрешения вольные невольные его святыми молитвами и помилует нас грешно да я сейчас вам еще вот несколько это стихи у меня я когда-то издала с помощью Божьего Господь дал такой небольшой талант ну такой небольшой скажем я вам сейчас почитаю несколько ну это у меня скажем было стихи написанное такое как бы в состоянии погибшего грешника то есть когда грешишь грешишь хочешь каешься да очиститься и вроде как не получается и вот молишься обращаешься к Богу вот такой стихи небольшой был в 2016 году нет у меня больше сил каждый день мне уже не мил все грешу и страстям татакаю словно жизни своей играю но когда ж душа станет с колен враг ее стоит прямо у стен он не спит и ни день и ни ночь полукавый поди же ты прочь он умеет к себе триковать и приходит к душе словно тать чтобы доброе в ней погубить да и к миру мой ум прилепить сердце стонет и нет больше сил словно камень кто привалил лишь тогда я свободно вдохну когда к Богу с молитвой да и слезы в покаянии пролью ну тать это вор по церковному славянскому то есть как вор приходит как бы вот брак наш всегда искушает вот когда Господь говорит где сокровища ваше там и сердце ваше то есть куда мы свои мысли устремляем к Богу к небесному или к земле прилепляемся и где мы свои сокровища копим если мы копим на земле то как бы мы к земле привязаны да и ну такие скажем мирские плотские а если мы душу свою ум свою направляем к Богу к небесному то наше там сокровище как бы да мы все туда мысли устремляем добродетели творим значит мы надеемся все вложение упования на Бога и сокровища как бы туда отправляем своими молитвами помощью ближним служению ближним мил с ним и если сокровища там значит и мы там будем потому что Господь говорит где сокровища ваши там и сердце ваше то есть сердце наше привязано к чему у кого-то они к машине да у кого-то к золоту ну к деньгам а у кого к Богу да к милостыне вот поэтому от этого тоже зависит наша жизнь либо мы плотские либо мы духовные вот сейчас я вам еще посоветую вот Евангелие если вот будет читать но я вот в лавках не вижу вам лучше купить конечно на будущее новый совет это толкование блаженого фефилакта это в двух книгах блаженого фефилакт уже по моему в одиннадцатом веке который ссылается на Иоанн Толкаутского великого нашего учителя церкви да и там есть толкование вот все притчи там Евангелие места которые читаются он толкует их поясняет потому что сами то мы же не понимаем вот это Евангелие читает сейчас ну почти все и многие сектанты там и бактисты и эгоисты оно сейчас две тысячи номинований разных сект вот хотя они себя церковью зовет но они вне церкви на самом деле церковь создал одну их не может быть там две тысячи три сколько там десять да то есть церковь была одна и Господь придет именно своей церковью наша церковь православная законная поскольку у нее рукоположные законы священства первых веков поэтому истина православие она у нас вот если мы православные мы благодарны Богу за это да то есть нам уже не надо уклоняться не смотреть на то что у нас сейчас много соблазнов в церкви что-то не так священничество не так это уже не наше дело каждый будет отвечать за себя да за свои грехи наше дело отличать за себя вот это я немножко уклонилась там сейчас даже в интернете если будете смотреть там столько грязи сми да и поднося друг в друга я говорю вообще то истинных христиан гнали всегда и если сказать вас не гонит за Христа то вы истинных христиане но если нас гонят за наши грехи ну вот как бы естественно нормально если мы в семье друг ссоримся ругаемся но потому что что-то значит с нами не так да вот мы должны смиряться уступать друг другу а если нас за Христа гонят то значит мы только тогда будем христианами ничего не то есть Ну, например, как Господь посылал апостолов, идите проповедуйте всех тварей всему миру, проповедуйте Евангелие, чтобы спаслись люди. Сейчас вот, если проповедники есть, вот сейчас знаю знаменитого проповедника-миссионера, которого на Алтайском крае скоро будет 80 лет, его до сих пор гонят и преследуют. Ну, то есть, как Иисуса Христа говорили, там, если будет читать, что в нем, как бы, князь Белизубин, то есть от князя Белизубин, то есть от сатана, как бы он говорил, да, соблагняются люди. А про него тоже очень много говорят, что вот он и в прелести, и там, и сектанты, и прочее, прочее. То есть, всякую хулу, говорят. Вот. Я тоже, бывает, так иногда пойду, начинаю говорить, меня отталкивает вот это Евангелие, почитать за сектантку. То есть, нет там спросить, убедиться, да, там же все есть, есть благословение. Причем, мы, говорю, правильность и крест, крест на знамение накладываем, мы крест на Твоем Отца и Сына Святаго Духа, мы исповедуем Святую Троицу, мы почитаем иконы, вот. А сектанты, они не кресты, иконы не почитают, священства не почитают, вот. То есть, это разница в том, в чем? И в истинной церкви у нас священство. Мы почитаем таинство, у нас семь таинств, мы почитаем иконы, они не идолы, как говорят сектанты многие. Там это место с Гиблией есть, и проповедникам Сенера он это поясняет. Но многие, причем даже священники свои же тоже, ну, как же, Господа свои, евреи, он же был еврей по национальству, скажем, по плоти, да, по человеческому мистерству. Его предали свои. Так и у нас, получается, свои всегда гонят, да? Вот. Он сидел в свое время, тоже, можно сказать, сегодня мучеников-споведников, те, которые уже за веру пострадали, и уже, скажем, канонизированную церковь, их семь церквей вспоминают. А я бы хотела помнить, вот, Игнатия Ханчелаткина, он знаменитый проповедник-миссионер, который сейчас с лишним лет трудится во славу Божию, и как вот Сергей Пролизовный, значит, покойный, но представленный, он тоже за Христа, хотя в нем тоже в последнее время, ой, там ты иеретейк, и такой, то есть тоже холу на него воздвигали. Но это почему? Это делает все сатана. Сатана гонит через таких людей, которые сами скажут в заблуждении, сами не знают истины, не познали христианского истинного пути, конечно, не от Духа Святого они. Потому что в ком Дух Святой, он всегда будет, этот человек, гнаться лукавым, сатаной, через людей негодных, которым нет церкви. По зависти. Ну, как Иисуса Христа предали по зависти, так и человека, который, вот он проповедник-миссионер, например, он издал 38 книг, он основал православный лагерь. 45 лет был он там в лагере, в деревне, ну, сейчас немножко другой формат пришли, уже 47-й год он начальником вот этого православного детского лагеря, причем он был даже при советской власти. Там вышли у меня знаменитые фильмы, Золотоуст, ну, еще нескольких фильмов, которые были, значит, скажем, такие признаны, первое место там они получили. Вот, ну, в интернете все есть, можно найти. И вот, опять-таки, я сейчас немножко к вам тогда вернусь, почитаю стихи, потом, может быть, какие-то вопросы, да. Я опять вернусь к тому же, что вот то состояние, которое я переживала в свое время до крещения, как бы оно отобразилось в стихах. Не молитвенца я и не поснится, а вот делами, как ворона и лисица, как одна все каркает, а другая хитрит, и часто нас обманывает внешний вид. Он часто соблазняет очень многих, а делами мы иногда хуже четвероногих. Грешим и подавляемся скотам, про совесть забываем, как тот хам. Над многими смеемся, осуждаем, как будто все про них мы знаем. Нам и самих себя понять-то сложно, но без Бога вовсе невозможно. А сердце каменное словно спит, и только душу кто-то бередит. А, это совесть к покаянию зовет. Исповедь — лекарство лучшее, чем мед. От осуждения других нам надо удалиться, чтобы была душа легка, как птица, да беззаботную, изнавшую Творца, и чтобы искала только райского Творца. Ну, то есть, как бы, опять-таки, стих, он как раз в тему, да? То есть, мы когда человека не знаем, а уже заранее осуждаем мы его. А вот я хочу сказать, вот проповедник Игнатий Тихонович, он, как бы, человек не слово, а дело, он знает и Евангелие, он его изучает. И весь Ветхий, и Новый, и, значит, читал и Библию, и Жития Святых, и Каноны, значит, очень много, 38 книг издал. Миссионерские палецки, они пришли там в 600 городов и раздавали тоже вот Евангелие, и свои книги дарили в центральной библиотеке разных стран, и Турции, и Германии там, и, ну, во многих были, да? И, значит, и Путину, и Медведеву подарили, и Кадыру, даже с Кадыру у него есть благодарственное письмо, хочу сказать. То есть у него есть плод его веры, да, труды, то есть сутылаги, потом у него, поскольку родной священником, на 5 лет его моложе, он священником, в деревне у них православная община, и в городе, то есть у них две общины, и община устав такой, чисто вот как по Евангелию. То есть у них устав, скажем, как первых евангельских христиан, да, ну, когда апостол были, первая церковь, вот, они очень все как бы соблюдают. Там опять у них условия не пить, не курить, не сквернословить, не воровать, не лгать. И, значит, с нуля они основали эту деревню, есть у них там и школа, все у них законно, как говорится, и земля, и школа государственных учителей, а верующие. Правда, детей мало, но это очень не важно. Свои хозяйства, они живут, вот батюшка у него, священник, брат и отец Яким, он держит свои хозяйства. У него где-то, наверное, постовец. То есть у них там озера есть, ну, не озера, пруды, где они крещение проводят, у них там пять прудов, и рых они даже немножко там разводят. То есть своим трудом живут. А вот, что хотела еще сказать. Ну, то есть он, вот у них свой сайт. И, значит, у них местный митрополит Сергий, митрополит Сергий Иванников, Алтайский-Барнаульский, и дарует нам Господь много лета, он очень, значит, скажем, уважает Игнария Тиховича. И вот приезжать к ним, ну, два раза больше, это обязательно. И вот буквально недавно было, у них там, значит, Артель Акину, Лавкину была, значит, знаменательная дата, 40 лет, как он хератодинами была, то есть священником, как он прослужил, и приезжал местный митрополит, и у них была служба. То есть там есть эти видеоролики, там все у них есть, как приезжать митрополит, как идти служба, как они приезжаются. Но у них все строго. Также храм у них, скажем, вот я сама в прошлый год лично была, у них тоже ездила, сама видела и крещение. Там, что интересно, во время крещения, одна из сект пришла, по-моему, еговистов, обратилась в нашу веру. Потом из Казани один приехал, татарин он тоже принял православную нашу веру. То есть крещение у них было полным троекратным погружением в озере, как положено, как по канону. То есть они все соблюдают. Строго у них правила. То есть женщина слева стоят, мужчина справа. Одежда тоже так вот вся закрытая, платок также вот они носят. Мужчина рубавку на выпуск. Ну как раньше русские крестьяне, то есть когда вы смотрите там, например, этот, Сталстой писатель, да, или вот русские картины старые смотрим, они же как раньше-то, это, женщины, девушки носили, сарафаны, да, это русская же наша одежда. И как украинцы носят то же самое, рубашка на выпуск, пояс. А пояс почему? По Библии и по Евангелия пояс носит и ангелы, и спасители, и Богородица. Сами знаете, пояс приносит и слышит. То есть пояс играет большую роль. То есть человек как бы подпоясан, но он не распоясан, он не развязан. То есть как бы строго одеты. Одежду у них прикрывает. Я почему вот это, говорят, многие меня за мусульманку принимают, а я все говорю, это не мы от них взяли, а мусульмане от нас. Потому что Евангельская Церковь, православный наш Иисус Христос, апостол, когда организовал, тем, что Церковь создал, то, значит, уже спустя 600 лет, Мухаммед, Коран был позже написан, хочу сказать. И они, мусульмане, вот эту одежду, ну, я так думаю, взяли от евангельских христиан. Почему? Потому что вот здесь самые наши места, я говорю, грудь, шея, все закрыто, все как бы благопристойно, так ли? Вот, а сейчас и волос даже. Потому что даже если вы смотрите на многих иконах, и Матерь Божия, ну, как бы это благовенье, страа Божия, да? Все благопристойно, все должно быть закрыто. А не так, что сейчас многие в храм приходят, и в брюках хотят по Библии, или по Евангелию, это мерзость перед Богом, в брюки вообще мужская одежда. Если мы их называем женской, это еще ничего не значит. Ну, мы люди это согрешаем, потому что все равно так внушил нам. А я так считаю, что много мужского здесь, и стрижку мы делаем, это тоже от мужчин взято, потому что женщина не должна постригать волосы, как бы Господь дал волосы, и как знак власти над мужем, поэтому она должна покрывать голову. Это знак над нами власти мужа. Ну, если мужа нет, значит над нами ангел. Жена должна носить обязательно платок. Потому что я создал сначала же Адама, а потом из ребра Адама Еву. То есть мы выходим замуж, а не мужья за нас, да? Как я знала, положено все так. Сначала мужчина, и глава церкви мужчина, и спаситель мужчина, а потом уже женщина. Как бы мы... этим роль нисколько не уменьшается. Ну, вот так, поскольку согрешила первая женщина Ева, ну, поскольку, поэтому, наверное, мы и должны смиряться. То есть признавать, что у мужчины должен быть глава. В семье, да? Да, в семье обязательно должен быть мужчина-голова. А если он идеально ведет себя? Ну, если, как говорится, он не верующий, то женщина его, если он толкает на грех, поступает не по вере, то мы тогда его не слушаем. Уже как? Ну, как же ты? Ты должна сначала слушать Бога. Потому что в Евангелии, если на такое место, Господь говорит, кто любит больше отца или мать, дочь, сына или дочь, тот не достоин меня. То есть мы должны себя проверять, свою совесть по Евангелию, как Евангелие нас учит. То есть мы должны более угождать Богу, чем человеку. То есть человек угодит тоже грех. Нужно понимать, когда. Если он что-то доброе советует, да, совесть нам не противоречит, Евангелие не противоречит, значит мы слушаем. Но когда он нас толкает на грех, в этот момент мы его не слушаем. И здесь мы не согрешаем. То есть нужно на все иметь рассуждение. На каждый данный случай. Ну, в основном у нас какой-то, про военный глядь, хорошо говорит, в основном у нас все мужчины сейчас пускаблучники, власть-то везде, женщины хотят. Смотрите, как женщины хотят занять эту власть от мужчин, да, как они любят властвовать. Это как раз я так хочу сказать именно потому, и женщины-то вот эту мужскую одежду одевают, и стрижки-то делают, мне кажется, именно по этой причине, чтобы быть похожими, ну, как мужчина. Я вот постригалась, я одела шапку, я одела ботинки, я одела брюки, я одела рубашку или кофту. То есть у меня короткая стрижка, как у мужчины, а не длинные волосы. Я говорю, если идет, вот, например, в брюках, в куртке и в шапке, и не поймешь, то ли это мужчина, то ли это женщина. А если бы шел человек, вот представьте, идут двое. Один, значит, в брюках, в куртке и в шапке, а другой идет в длинные юбки, в куртке и в кладке. Ну, сразу видно, где мужчина, где женщина. Если раньше, в 17 веках, скажем, это было явно видно, да, то сейчас не отличишь и не поймешь. Где мужчина, где женщина все перепутала. Это все, что же сатана сделал. А люди не рассуждают. Вот почему, говорят, когда мы носим брюки, мы говорим, это женские. Но мужчина же не носит юбку, не говорят, она мужская. То есть здесь они как бы умнее нас поступают. Вот, понимаете. А женщина должна быть все-таки женственная. Должна быть. Я даже смотрю, платье, оно больше дает женственности, чем брюки. Особенно, когда полное. Ну, так, смотрите, некрасиво, неприятно. Особенно, приходится в храм. Ну, представьте, какой идет сабана. Стоят в брюках. Разные же у всех фигуры. Тут стоят мужчины, все в перемешку. И о чем, кто о чем думает, кто о чем молится. Да, всякое бывает. То есть мы иногда соблазняем, даем повод. Как мы ходим, как мы одеваемся. Мы друг друга этим тоже соблазняем. И будем ответ держать перед Богом за все. А как же, когда женится, когда я передаю, женится и соблазняем. Ну, это, конечно, как я сказала, плазица размножайтесь. Завтра все это исполнялось. Если раньше тогда людей не было, плазица... Сейчас, я тогда покажу. Еще. Я говорю, у нас, еще раз повторюсь, да, стрянина, я к вам с ней попала. Очень удивительно. Поздравляю вас, прошедшую, роднопостную Нину. Почти, стихица Брузии, да. Нет, а лучше бы праздник, да. А вот сегодня, говорю, читая Евангелие, как жены Мироносцы пошли в первый день у недели на бровь, когда распелил Господи Иисус Христа и похоронили в новом гробу, да, и они пошли на бровь. Там, с женой Мироносцы Марф молились и с Анной Соломей, и Анной, и с ними Мать и Божьей, конечно, была. И вот они пошли на бровь, понесли ароматы. Ну, там у них такая традиция была, значит, благовониями, обмазывают тело, и потом, ну, как, если сказать, что с полщиницей, то есть материал заворачивает, да, вот, а они пошли, сказали, утром рано-рано, а раннее утро, это темно. Очень темно было, это как все равно поздний вечер. А, значит, как в гробу была представлена стража, ну, мы можем только догадываться, там толкования-то нету, потому что, честно, в человечеке стража, наверное, заснула, но раз шли жены-то, они со страхом, их бы туда все равно не пустили, во гроб-то, они шли помазать с ароматами, а поскольку, я так думаю, была ночь, стражники заснули, они шли молча, но, говорит, там, что интересно, еще к этому, а гроб какой был, не так, что у нас, где мы сейчас, корон, да еще гроб деревянный, да, а раньше, говорит, в скале, была пещера, и там какой-то камень, постамин такой делал, высекался, да, и просто ложили тело, вот, и они шли, но, быть, его привели огромным камнем, таким камнем, что женщины не могли никак его отвалить-то, села-то у них откуда-то взвелась, это они идут и думают, рассуждать, что нам отвали в камень гроба, и, говорит, увидели они мужа в световых блестающих одеждах, то есть, блаженый Фессилас, толкователь, святые церкви, нам объясняют, что это ангел им явился, который отвалил этот камень, но, когда они зашли во гроб, там они еще увидели два мужа в блестающих одеждах, то есть, там тоже было два ангела, сидели как бы у ног и у головы, но тела уже не было, Иисус Христос воскрес, и ангел говорит, кого вы ищете? Сын человеческий, Господь Иисус Христос, он воскрес, он же как вам говорил, вспомните, что ему нужно было пострадать от людей грешников, преданно быть в руки, да, человек грешников, и быть распятым, третий день воскресных, и он говорит, идите и отвестите апостолов, ученикам, его ученикам, и вы видите, что он воскрес. Ну, конечно, они в страхе и третий побежали, потому что о чуде воскресения еще никто не говорил, еще никто не знал, и в этом, в зависимости проуки об этом даже не говорили. Об воскресении, да, ну, вы ложитесь, да, да, вы уже на лежать. Вот я говорю, сегодня интересно, получается, мучеников-исповедников взять, да, и воспоминания, вот, притчи, как они пошли и обнаружили, как бы шел к Иисус, и шел к Иисусу, и шел к Иисусу. Вот это вот. Я там еще, что-то тут, еще какое-нибудь сочетаю, пока, может быть. А вот есть такой, здесь немножко раздел духовной крупинки. Вот, скажем, такие краткие мысли. Спасается брат вне церкви ад. Думал человек не божий, а оказался человек божий. Думал человек божий, а оказался прохожий. Ну, то есть, иногда бывает в жизни все наоборот, да? Мы принимаем человека, думая о нем плохо, а он пообщались и увидели, а он по другой. Вот. Или наоборот. Внешне нам кажется, он хороший, а когда начинаем общаться, видим по делам, что он совсем не божий, да? Или не тот, за кого себя отдает. Ну, как в жизни часто бывает. Зачем себя ты хвалишь, человек? Ведь у хвалы такой короткий век. Живем мы, не считая лет, как будто смерти вовсе нет. Не ценим время, день и час, а ведь они отсчитаны для нас. Я так немножко делал, чтобы перерыв, чтобы между мыслями, красками было понятно, что одна отстоит от другой. Смотри же, человек, коль строишь дом, так строй навек. Любой с молитвой строй. Лучше иметь ума крупицы, чем ум тупицы. Как скала при землетрясении, так и человек при искушении. То есть, получается, когда идет землетрясение, скала трясется, да? Так и мы, когда нас достигает какое-то искушение, мы со мной с такими слабыми. Как это тоже в плечи там есть Евангелие, Господь говорит Петру, что стона просил вас сеять, как пшеницу. Ну, когда пшеницу сеет, то есть, вот это искушение. Но из искушения как бы не бывает, ибо тоже, в Евангелии, в такое место невозможно прийти к искушениям, но борет тому человеку, через который искушение приходит. То есть, как бы, ну, не будет такого, чтобы не было искушения. Они как бы тоже с одной стороны Господь попускает, ибо они полезны нам, чтобы мы себя познавали, и чтобы мы себя преодолевали, и духовно росли. То есть, без упущения Божьи иногда тоже не бывает. И болезни, они, как бы, с одной стороны, следствия грехов, а с другой стороны, они нас уберегают, может, от чего-то большего. Иногда бы мы, может, так нагрешили, а ты лишь лежал в больнице, и, может, мы чего-то сбегаем. А таких случаев у тебя много зол, даже если ты их читаешь, одна там поехала к старцу, она к ней скорее на работу выходить завтра, надо ехать, он, по-моему, кто-то в собственной ситуации, он ее уговорил, не надо ездить, и она осталась. Но он в следующий день узнал, что у них там на злободе паром, что-то там, ну, произошла какая-то трагедия, авария, и обожгу людей паром очень много. А если бы она вышла на работу, она бы тоже пострадала. А так ее Господь сберег, то есть сохранял, как бы сказал, не ездить, и она осталась. Но остальных не смог сберечь. Ну, это говорит о том, что каждому свое время, понимаете, у каждого свой день смерти. Там для тех, значит, нашел день, а для нее еще день не пришел. И Господь ее... И потом, здесь ведь основа покаяния. Есть люди, которые, скажем, не покаяются, Господь это знает, а есть люди, которые будут каяться. Они сначала в время не каятся, да, какое-то время грешат, грешат, но потом Господь, видя, зная, что в будущем они покаяются, Он сохраняет их и ведет, и научает. А если, говорит, видит Господь, что они не покаяются, еще будут больше грешить, то иногда Господь дает смерть и пресекает их. Вот почему, говорит, был потоп, потому что люди, хотя сказано в Библии земля, но это имеется в виду мы, люди, потому что Господь создал, говорит, земля, если из земли отыдешь, то человек из земли, из глины, да, создал Адама, поэтому и сказано, земля, если из земли отыдешь, то есть человек, когда из земли это взят, ну как бы создан Богом, то умирает себя и должно захоронить землю. То есть то, откуда взят, туда и вернешься, да, по большому счету. И настолько они, говорят, расплелись грехами, что Господь решил их затопить и уничтожить их смерть. А вот радуга, это донос, знак, завета Бога с человеком, что потом, сказал Господь уже после, что он потопно сылать не будет. И вот как бы образ этого завета дана радуга Богом, сотворена. У нее семь цветов. Число семь, оно как бы божественное такое число, оно везде семь Господь сотворил. Мир, скажем, да, на седьмой пачел. То есть неделя у нас в семье состоит. Сейчас я немножко... Я читаю. Немножко вам отвлекаюсь, чтобы там что-то пояснить, да? Как трудно поймать коня на скаку, так и преграду поставить балклеевому языку. Ну, тут понятно, что когда мы говорим иногда, ну, скажем, много анекдотов, это тоже грех, потому что, ну, это, скажем, пустословие, да? Или что-то там, осуждение. Ну, мы говорим, скажем, без толку, да, какие-то неполезные слова. Я понимаю, там, если проповедь, вот как я вот, что-то о Христе, для спасения души, оно всегда полезно. Если даже много сказал, много спасения, ради спасения души другого, оно полезно. А когда мы вот собрались, вроде бы ни о чем, из пустои в порожнее, да, обсуждаем какой-то фильм по сто раз, то еще, господи, прости, какой-нибудь порнографический, непонятно какой, да, и обсуждаем соседей, и там что-то когда-то, то есть вот это, лучше это избегать. Вот, чтобы лишнее, потому что слово, оно много значит. Слово, Господь сказал, от слова своего осудишься, и от слова своих оправдаешься, оправдаешься, да? То есть, самый большой грех, наверное, то, что мы слово много тоже согрешаем. Жизнь дается только раз, и все зависит не от нас. Ну, то есть, как по-другому быть, святые поясняют, что Господь говорит, я вас без вас спасти не могу. Господь нам дал свободную волю, Он создал нас по образу и подобию слыма, то есть, Он целил нас в бессмертную душу и дал нам, видите, вот этот закон, голос Божий, скажем так, да, она нам помогает, и, отвлекалась я, что-то, скажет так. Ну вот, отвлекался немножко, хотел, чтобы мысли потеряла. Создал по образу своему неподобию, да, и, да, свободную волю дал. То есть, и мы, именно вот этой своей волей, мы, либо, значит, уклоняемся к добру, либо козлу. То есть, от нас зависит, выбрать зло или добро. То есть, уподобляться Христу или сатане, антихристу. То есть, противоположно. Ну, как везде, есть тьма и свет. Господь говорит, я есть свет. То есть, значит, Иисус Христос, Бог, он есть свет. А тьма, это сатана. То есть, если мы делаем дела света, дела Божьи, мы с Богом. Если дела тьмы, дела сатаны, значит, мы с сатаной. Естественно, за это и будем с сатаной, и в аду будем, если мы его дела будем делать. Как и плюс, и минус, в математическом если выражении, да, то есть, у нас все где-то противоположно. вот обязательно там день, ночь, тьма, свет, вот так, плюс, минус. Вот оно, как бы, третье, что тут нету, как бы, либо то, либо другое. То есть, а выбрать, поскольку мы имем свободную волю, все зависит от нас. Господь нас не насилует, Он просто нас, как бы, любит, Он отдал, Бог Отец отдал Сыну Своего, Единородного Суга Христа на нас, на наши грехи. Он, как бы, принял Ему жертву, распялся, Он за грехи всего мира, когда кто бы жил и кто будет жить, то есть, грех Он взял на себя. Но сейчас, вот если мы, например, опять согрешаем, то получается, Иисус Христов, как бы, заново мы Его распинаем своими грехами. И за это мы тоже будем отвечать. Вот. То есть, поэтому, говорится, это очень опасно и страшно, жить вот по грехах и грешить, и не каяться. Получается, что мы каждый день Господа распинаем. Ну, каждый день, значит, грешим. А как понять, что мы, а вдруг, нам дана совесть, она ведь дана совесть, голос Божий, как раз и подсказывает, что делать, что не делать. Но из-за того, что она у нас, как бы, грехов уже много-много, вот как пример, скажем, одели на белое платье, белое платье, да, один грех совершили, черное пятнышко, второй, третий, ты видишь, можно стереть, да, а когда мы всю жизнь грешили, грешили, уже платье из белого, все черное, и когда на это черное еще грех сел, мы уже не видим, где он, то есть, он черный на черном, его не видно, то есть, грех он множится, множится, и когда, и получается совесть, когда мы много грешили, грешили, и мы за этим не следили, мы не кались, мы уже и теряемся, и не понимаем, где есть грех, и что есть грех, и поэтому Господь дает, вот, писанный закон Евангелия, чтобы себя осознать, покаяться, понять, вернуться к первозданной, скажем, своей, той природе изначально, когда мы начали сдать, хотя там первородный грех, он вошел через Адам, когда Адам и Ева совершили, сразу вошла смерть, вошел грех, и, значит, мы все стали смертными, и первородный грех, он передается во все века с рождением, то есть, рождает человек, как сказано в Библии, никто чистым не может рожиться от нечистого, то есть, поэтому, когда дети рождаются, на них уже первородный грех, а чтобы не было этого первородного греха, они принимают крещение, через крещение, человек очищается от грехов, Деянин 2,37, через крещение, сейчас говорю, муж и братья, что нам делать, а Деянин 2,38-1, апостол сказал, покайтесь, и закреститься, каждый из вас, во имя Иисуса Христа, для прощения грехов, и получите дар Святаго Духу, то есть, смотрите, если, например, вы не знали Иисуса Христа, вы уже в возрасте, но понятно, маленький ребенок, мы сейчас об этом не говорим, а если, например, вы не знали, а были раньше крещены, ну, мы сейчас опять-таки об этом, или были не крещены, или, может, неправильно, но вы узнали, вот этот закон Божий, да, если вы, например, не крещены не были, то сначала вы изучите этот закон, Дмитрий, пока, и потом принесем крещение, на завтра, ладно, полное, желательно принать полное, по канону, как должно быть, это у нас вот есть в Варском, там у них есть купель, в одном городе есть тоже купель, где они должны погружать, но только вы должны знать, что погружение должно быть правильное, потому что сейчас они мочат голову, как бы это, ну, обман, скажем, но если вас покрестили уже, то есть дар Духа Святого вам был дан, потому что там есть 7 таинств, одно из них крещение, и мир помазания, это дар Святого Духа, они уже были даны, они даются, да, уже это повторно не делается, просто нужно довершить, вот именно погружение, но плохо то, что у нас, как сейчас никто здесь не делает, я вот сходила к интерполитам, священникам, они против, ну, вот так вот враг сделал, есть только вот, признать тех, что у них там сделают крещение, но и по России есть несколько крещенников, которые берутся за это, но пока никто не берется, они считают, что это только второе погружение, но с ними бесполезно, лучше искать и молиться, спросить того, куда Господь привезет, где именно полное погружение делается, но вам нужно точно знать, по канонам 84 правила, если вы, у вас были крестные, и они, например, умерли, и вам никто не может подтвердить и сказать, что как вас крестили, и вы не помните, тогда вы попадаете под 8-4 правила канона, то есть можете иметь вот погружение правильное, а если вы помните, помните, как вас крестили? Нет, младенцем. А, младенцем вас крестили, то есть вы не помните, и у вас крестные нет уже, умерли? Есть. Есть крестные? Одна крестная. Вот, вы должны у нее спросить, и она должна вам точно сказать, как вас крестили. Если она скажет вас, например, вот в купеле вас полностью погружали, значит, это было правильное крещение, а если у вас просто движение, по ночи, и заложку, ну, так чуть-чуть облили, а там сами-то, ну, так держат обычно ноги там, а тут, то есть это было не полное, вам нужно это погружение, но это нужно узнать иточнить. Но дело все в том, что сказать-то вам все равно придется. Если у вас, скажем, погружение было, значит, вы жили, вы нагрешили. То есть вы, вот как, свое христианское звание не сохранили. Ну, как бы не знали, вне закона жили. Вот сейчас вы будете изучать, сначала читайте, изучайте, и покайтесь. Есть, у нас в лавках продают, ну, я так думаю, очень-таки молится Бог, чтобы Господь вам открыл, потому что поймите, что Господь в раз все грехи сразу может не открыться, потому что человек может спать в уныне, а когда в уныне впадаем, мы вообще ничего не можем делать, ни на что не способны, да? Иные люди бывают такие слабые, что они не до Бога может быть с собой могут покончить, да? Вот я не спасусь, я погибну, все, у меня столько грехов. То есть это страшное состояние. Поэтому можно постепенно, самое главное, что вы сейчас осознаете, вы должны лучше записывать, осознать, что это да, грех. Ну, аборты, это конечно, это тяжкий грех, считайте, это убийство. И если пить семью, молитесь, чтобы Господь закрыл вам, то есть вам прочищаться нельзя по любому случаю, вам нужно просто пока кайф сходить на исповедь. Вот, какое-то время вам это воду святую пить, можно там просворчики, ну, еще как бы, да, ну, как-то молитвы, постом, посты нужно соблюдать. Вот, всегда пятница в течение всего года, и потом у нас вот впереди, скоро перед Пасхой, будет строгий пост, ну, там, семь недель. И за пятницу этот пост на день? В среду, да, у нас, кстати, сновел, потому что Иисус Христа распяли, да, за 30 серебряных предали, вот, поэтому в память, ой, в среду его предали, а в тенис его распяли, поэтому церковь пост устанавливает. Но вам нужно иметь календарь или честник православный, где там они пресняют. Там, в какие дни можно масса, там, рыбу, в какие нельзя. Но строгий пост, он отличается от всех, он именно евангельский, именно по Евангелию, он очень строгий, потому что там рыбу нельзя, там вот два раза только можно, наверное, и на матерь Божество, забыл, какой праздник, всегда забывай. Вот, два раза рыбу можно, а так, то есть без рыбы. Нельзя ни мяса, ни яйца, ни молочное, но сейчас очень много фруктов, овощей, всяких круп, всяких блюд, сейчас постных, и в интернете, где ты хочешь найдешь, на этом не зациклится. Но самое главное, если мы имеем страх, Боже, мы хотим спастись, не попасть в рай, ой, это попасть в рай, не попасть в рай, вот этот страх, он нас сам научит. Потому что я когда начинала, я тоже сама училась, потихоньку, а свой сам учил, что можно кушать, как можно кушать, да, ну, по сути, это сейчас мы же, никак раньше, некоторые сейчас голодали, там и хлеба не видели, и на картошке не видели, а сейчас-то, фруктов, каких только нет видов, арощей, каких только нет видов, всяких возможностей, не умрешь. Я говорю, люди-то блокады переживали, выжили, не умерли, молитва. Такие нужны основные молитвы. Основные молитвы, если вы купите молитвослов, там есть утренний, вечерний, ну, так, потихоньку. Вот, немножко там считается утром, там утром, вечером. Самое главное, чтобы это было, молитвы на руках хорошо, ну, чтобы оно у вас было от сердца, от души, чтобы так беседу с Богом. А не так, сама молюсь, сама вроде стою, а мысли там не найдёшь. То есть, можно она пусть будет короткая, но она от души от сердца. Вот это самое главное. А хотя, например, мусульмане не делают правильно, они пятикратно молятся, а у нас православных семи красных, это 17-й кафе, ну, 118-й псалом, 164-й стих.